Сейчас мы наблюдаем очень важный момент всей битвы, который не так очевиден за туманом войны. А заключается он вот в чем. Как мы помним, наступление врага началось по пяти отдельным направлениям вдоль всей границы с Московией и полосой разграничения на оккупированных территориях. Наверное, агрессор имел основание полагать, что вот такое множество основных ударов приведет к успеху. Какие это были основания, мы можем только допускать в виде версии, которую можно условно назвать «Лыжи плюс Оман». В любом случае отсутствие сконцентрированного направления главного удара говорит о том, что противник не ожидал решительного сопротивления ВСУ. В марте 2022 это осознание таки пришло, и противник действительно провел перегруппировку своих войск для того, чтобы сосредоточить свои наступательные действия на двух-трех вместо пяти направлений. Видимо, тогда он понял, что легкой прогулки уже не будет, и поэтому надо собрать ударные группировки в кулак вместо растопыренной пятерни. Очевидно, что общих направлений ударов было два из них. Первое на Николаев-Одессу для того, чтобы выйти на Приднестровье и по пути оккупировать Молдову, а второе – восточное направление. Но тут орки решили, что на этом направлении наступление будет проходить в два этапа. На первом надо было окружить нашу группировку войск, стоявшую в Донецкой и Луганской области, так, чтобы та оказалась в мешке и после того, как ее удастся перемолоть, двигаться на Днепр, поскольку внешним кольцом группировка должна уже выйти на оперативный простор. Как теперь известно, котел планировалось осуществить встречными ударами из района Попасной на юге и из района Изюма на севере. Встретиться они должны были в районе Славянска-Краматорска, но в данном случае важно то, что количество направлений наступления было уменьшено до двух, одно из которых представляло собой вилку из двух группировок. Летняя кампания в прошлом году предполагала растягивание нашего фронта этими самыми ударами на разных оконечностях фронта, по крайней мере восточном и крайнем западном. В общем, это действие по классике и суть такой стратегии сводилась к тому, что где-то наступающие ударные группировки добились бы решительного успеха и тогда второе направление наступления можно было бы остановить, чтобы перебросить резервы с этого направления на более удобное. Герасимов был уверен в том, что категорически уменьшив направление ударов и вложившись всей мощью в два направления, прорыв линии обороны ВСУ неизбежен. Главное вовремя определить момент, когда следует остановить наступление на менее удачном направлении, чтобы дать команду на переброску резервов и штурмовых частей на обеспечение более глубокого прорыва. Видимо, для этого он и приехал на командный пункт под Изюмом, где ВСУ очень удачно отработали по нему ракетами. Известно, что на совещании с Герасимовым прибыло руководство со всех направлений и прилетело там очень удачно, что вызвало временное замешательство и потерю управляемости войск. И в этот момент вперед пошли наши войска, которые как раз и срезали северный и самый мощный зуб той группировки, которая грозила окружением наших войск на Донбассе. А южному зубу, где тогда начали активно использоваться штурмовики Вагнера, удалось продвинуться, но ни о каком окружении наших войск, а тем более прорыве на оперативный простор Гнепру речи уже не было. Очевидно, что наступательные действия пришлось остановить и на одесском направлении, потому что весь план по растягиванию фронта уже провалился. И пока стояли внутренние разборки на тему, кто виноват и что делать, ВСУ вышибли их из правобережной Херсонщины. Ситуация повторилась, и расисты приняли решение оставить одно направление главного удара, как это и предполагает классика жанра. И так как под Попасной хорошо себя проявил Вагнер, его и было решено использовать в качестве штурмового острия. Это потому, что регулярные войска, сталкиваясь с крупными потерями, тоже действовали по классике, то есть требовали вывода или просто отходили, если потери достигали условного порога утраты боеспособности подразделений. Между прочим, так поступали штатные штурмовые подразделения ВДБ, морпехов и спецназов. Они на то и кадровые, что имеют профильное образование и понимают, когда надо отходить, и это уже дело командования, кем они будут заменять утратившее боеспособность подразделения. Решение вводя Вагнера в качестве штурмовой силы косвенно показало, что кадровые штурмовые подразделения не справляются со своими задачами и несут критические потери, сталкиваясь с нашей обороной. Отличие штурмовиков Вагнера от регулярных штурмовых подразделений состоит в том, что там никто не собирается следовать военной нормативной базе, боевому уставу. Все это имеет значение в том случае, когда вы имеете хоть какой-то механизм обжалования тупых приказов командования или мотивированного отказа от исполнения, если это преступный приказ. Понятно, что все это действует условно, но все же действует, пока там не утвердили военно-полевые суды и не расстреливают на месте. Кадровые это знают и понимают, когда могут остановиться или отойти, а у Вагнеров ничего подобного нет. У них ты или выполняешь приказ, или дохнешь. Причем пустить в расход Вагнеровца может кто угодно, и ему за это ничего не будет. Но в данном случае нам опять важно то, что противник находится в роли атакующей стороны и на этот раз концентрирует свои наступательные действия на одном направлении – Бахмутском, где впереди пускают ЧВК. Причем к тому времени уже пошла и мобилизация, и вербовка зэков. И тех, и других можно укладывать без счета, и они точно не станут гнуть пальцы, как это не раз делали кадровые. Так что пришлось смещать командующего ВДВ, который отказался пустить на мясо своих подчиненных. В данном случае противник вложился всем, создав ситуацию, когда потери уже стали безотчетными и опять он пошел на штурм. Что получилось в итоге мы все прекрасно знаем и в общем все признали истину, что так воевать, как это делали Вагнеры, никто не станет просто потому, что те сделали свой выбор заранее и сознательно. Они смирились с неизбежностью смерти и поэтому действовали в режиме камикадзе. Это увидели и наши военные, но спустя какое-то время приспособились и к этому, относясь к уничтожению мясных волн, как избавлению картошки от колорадского жука, просто выкашивая их как можно больше и без минимальных эмоций. И видимо наши военные таки выполнили свою задачу, контингент, который соглашается идти на мясо, конечен. Но и это еще не все. Такое количество мяса наблюдают и регулярные войска оккупанта. Они прекрасно понимают, что происходит на их передней линии и представляют, что на месте Вагнеров могли оказаться они сами. Если на такое смотреть в ходе одного боя, то это жесткое, но не опустошающее зрелище. А когда такое происходит недели, месяцы подряд, то эти горы трупов, пусть и нерегулярных, но твоих войск, таки производят впечатление. В конце концов именно Вагнер сошел на нет и ту мотивацию, которую удалось создать пригожинским военачальникам, очень сложно воссоздать в рамках какой-то другой структуры. И вот теперь акцентированное наступление противника сменилось тем, что было раньше. Как видно из источников, противник пытается возобновить наступление в районе Бахмута, где у него примерно 50 тысяч войск, и в районе Лимана, где у него около 180 тысяч. Но сейчас эти наступательные действия носят несколько иной характер. Этими действиями расисты пытаются оттянуть резервы ВСУ, чем ослабить ударную группировку, которая еще ждет своего часа. То есть они пытаются организовать комплекс мероприятий для того, чтобы нейтрализовать наше наступление. Но вот что важно и интересно на наш взгляд. По мнению высшего командования НАТО, противник задействовал на фронте до 94% своих сухопутных сил. То есть прямо сейчас он действует на всю свою мощь, и теперь он бросил на самые тяжелые участки, где ВСУ продавливает оборону, ту самую элиту кадровых войск ВДВ. Они не очень убедительно показали себя в наступлении, что в итоге потребовало заменить их Вагнером, а теперь они показывают то, что совсем не способны в обороне. То есть ВСУ сейчас проходят не только фортификационные сооружения и минные поля, но и элитные подразделения противника. А больше у него нет никаких элит. Вот это они и есть. Между прочим, сообщение, что ВСУ нанесли несколько ударов по военной части в подмосковной Кубинке, может говорить о том, что это был привет именно десантникам. Там базируется 45-я бригада, спецназа ВДВ. То есть противник сейчас кинул в оборону буквально все, и это впервые для него и впервые для нас. Поэтому смотрим внимательно, легко там не должно быть, но расистское требие все больше погрязает как в обороне, так и в контрнаступательных мероприятиях, являющихся неотъемлемой частью этой уже оборонительной фазы войны. Это говорит о том, что он вроде бы уже понимает, насколько у него хватает сил и средств для такой войны, но готов ли он к чему-то другому. А мы знаем, насколько наши военные хорошо зарекомендовали себя по части сюрпризов. В общем, это такой взгляд со стороны, без карт и остального. Возможно, кому-то он поможет уловить то, что невозможно в обзорах карт боевых действий.